Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Желание получать идеальные фотоснимки астрономических объектов вызывает необходимость в максимально точной юстировке телескопов-астрографов. В наше время это не является большой проблемой, если использовать так называемый светодиодный или LED-коллиматор. Светодиодный коллиматор служит для финальной юстировки телескопов после предварительного применения чешира и лазерного коллиматора. Принцип действия прибора основан на переотражениях излучения светодиодов от оптических поверхностей телескопа. Симметричность бликов и изображений светодиодов будет говорить о правильной юстировке. Заметим, что для юстировки рефлектора Ньютона LED-коллиматор должен использоваться с уже установленным комокорректором или дополнительным оптическим фильтром. Конструктивно прибор состоит из наружной и внутренней трубок, соединенных между собой резьбой М36 с фиксирующим кольцом. Резьба позволяет фокусировать коллиматор, а фиксирующее кольцо поможет в дальнейшем избежать повторной фокусировки. Наружная трубка имеет посадочную юбку с диаметром 1,25 дюйма для установки в фокусер телескопа или адаптер комокорректора, имеющий такую же посадку. Внутри юбки имеется резьба под стандартный светофильтр, который понадобится, если у Вас нет комокорректора. В глубине наружной трубки параллельно фокальной плоскости установлены линзовый объектив и несколько светодиодов. Электропитание светодиодов производится через кабельное гнездо напряжением 12 Вольт постоянного тока, что аналогично стандартному электропитанию монтировок. Внутренняя трубка служит для установки приемника изображения. Это может быть окуляр для наблюдения глазом или астрокамера для наблюдения на мониторе. Для их установки имеется окулярная втулка диаметром 1,25 дюйма с прижимным винтом, а также наружная Т-резьба как у камер ZWO или им подобных. Итак для начала собираем систему телескоп-коллиматор-приемник. Окуляры выбираем с фокусным расстоянием от 5 до 20 мм, исходя из наличия. Заметим, что при меньшем фокусе окуляра настроечная картинка будет крупнее, а юстировка точнее. После сборки системы подаем электропитание и приступаем к фокусировке коллиматора, вращая верхнюю трубку по резьбе М36. Фокусироваться необходимо до тех пор, пока центральная метка главного зеркала не окажется в фокусе. При точной юстировке отражения светодиодов должны оказаться симметричными относительно центральной метки, то есть на одинаковом расстоянии от нее. Если это не так, то потребуется некоторая доюстировка. Заметим, что для данной модификации коллиматора юстировка производится только с помощью подвижек главного зеркала. Ни в коем случае юстировочные винты диагонального зеркала не должны быть задействованы. Итак отпускаем контрящие винты оправы главного зеркала. Далее методом последовательных итераций загоняем метку главного зеркала в центр между отражениями светодиодов. После получения симметричной картинки, контрящие винты необходимо поочередно затянуть. Работа с коллиматором и соответственно юстировка окончены. Аналогичным образом производится юстировка и с использованием астрокамеры. Картинка отражений светодиодов контролируется на мониторе компьютера и это более удобно и наглядно, чем контроль глазом через окуляр. В заключении отметим, что светодиодный коллиматор коллиматор эффективен лишь в связке с другими коллиматорами и применяется на конечном этапе юстировки. Однако в отличии от чешира и лазерного коллиматора, благодаря нескольким источникам света LED коллиматор позволяет установить плоскость матрицы фотоприемника строго перпендикулярно оптической оси телескопа. Это сделает Ваши фото наиболее удачными и максимально четкими. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!